здравствуйте дорогие ребята тема нашего сегодняшнего урока образование новых видов организмов как результат эволюции сегодня на уроке мы узнаем что такое видообразование выясним какой фактор служит главным для образования новых видов организмов и уточним по какой схеме от исходного предкового вида образуются новые виды организмов главное условие образования новых видов организмов изоляция в результате ее прекращается обмен генами между особями изолированной и остальными популяциями это приводит к постепенному изменению признаков особи изолированной популяции что ведет к превращению ее в один или несколько новых видов следовательно образование новых видов организмов или видообразования это процесс превращения отдельной генетически изолированных популяций исходного вида в новые виды в зависимости от характера барьеров препятствующую скрещиванию особи различают два способа видообразования географическое и экологическое географическое видообразование связано с изменением ареала исходного предкового вида в роли барьеров для скрещивания особи выступают различные географические объекты пространство суши или моря горные хребты пустыни и так далее географическое видообразование осуществляется двумя путями расселением особей популяции на новые территории или разделением прежнего ареала обитания популяции на отдельные изолированные части в результате этого образуются географические подвиды исходного вида которые становятся родоначальниками самостоятельных новых видов организмов изоляция может возникнуть при расселении вида когда небольшие популяции закрепляются в новых районах благодаря неоднородности условий среды обитания в разных частях ареала населяющие их популяции неравномерно подвергаются воздействию факторов естественного отбора а географическая изоляция препятствует регулярному скрещиванию и обмену генами между обособленными популяциями микроэволюция таких популяций происходит в разных направлениях и в их кинофондах постепенно накапливаются наследственные изменения благодаря которым они приобретают отчетливые различия с родительским видом эти различия могут привести к возникновению нескрещиваемости родительской и изолированной популяции и тогда обособленная форма становится новым видом поскольку естественный отбор эффективно действует только при достаточно высокой численности особей изменение генофондов небольших изолированных популяций могут происходить в значительной степени под влиянием случайных вероятностных процессов называемых дрейфом генов который также может способствовать вида образованию в тех случаях когда условия внешней среды в реалах родительской и дочерней популяции близки и не подвергаются существенным изменениям эти популяции испытывают сходное воздействие стабилизирующего отбора и сохраняют первоначальное морфологическое сходство однако при географической изоляции в генофондах и в результате возникновения спонтанных мутаций постепенно накапливаются различные наследственные изменения хотя и не проявляющиеся благодаря действию стабилизирующего отбора во внешнем облике организмов накопление таких скрытых наследственных изменений может привести к возникновению репродуктивной изоляции этих популяций и превращению их виды двойники примером географического видообразования путем расселения особей на новые территории обитания служит проявления двух видов чаек серебристой и клуши предковой формой этих двух видов был один вид чаек который существовал несколько сотен тысяч лет назад в районе современного берингово пролива от него путем расселения на восток и на запад произошло образование нескольких географических подвидов чаек от которых сформировались два новых вида предлагаем вам посмотреть видео сюжет о данном примере географического вида образования географическое вида образование возникает в результате пространственно-территориальной изоляции популяций единый вид а разделился возникшей горной преградой горы и реки пустыни и другие барьеры затрудняют обмен генами между изолированными популяциями у отделившейся популяции в новых условиях накапливаются изменения отличающие ее от других естественный отбор их сохраняет и постепенно генофонд этой популяции меняется между популяциями возникает репродуктивная изоляция в дальнейшем даже если исчезнет преграда эти группы не будут скрещиваться что свидетельствует об образовании нового вида д ареал больших белоголовых чаек охватывает широким кольцом северное полушарие земного шара в пределах комплекса выделяют до 15 различных популяций различающихся по окраске спины и крыльев цветом ног и около глазничного кольца причиной этих различий являются расширение ареала и приспособление к новым условиям обитания между пространственно удаленными популяциями 1 и 3 2 и 6 возникает репродуктивная изоляция что свидетельствует о географическом видообразовании примером географического вида образования путем разделения прежнего ареала вида на несколько изолированных частей служит появление трех видов ландышей исходный предковый тип существовал несколько миллионов лет назад широколейственных лесах евразии связи с оледенением единый ареал этого вида оказался разорванным на несколько частей ландыш сохранился лишь на лесных территориях избежавших оледенения в центре и на юге европы за кавказе и на юге дальнего востока от этих сохранившихся популяций впоследствии образовалось три самостоятельных вида ландышей различающихся величиной листьев и окраской венчиков цветков предлагаем вам короткое видео в котором вы можете наблюдать весь вегетативный период этого удивительного растения весной появляются молодые листья позже в мае появляются стебли на которых располагаются удивительные цветы ландышей мы их можем наблюдать удивительными мелкими но очень пахнущими цветочками чуть позже к лету созревают ягоды ягоды достаточно ядовиты поэтому в пищу их реком не рекомендуется использовать экологическое вида образования связано с изменением условий обитания исходного предкова вида в роли барьеров для скрещивания особей выступают различия в условиях обитания изолированных популяций вследствие этого образуются экологические подвиды которые становятся родоначальниками новых видов видообразование происходит если в составе единой исходной популяции имеются различные биологические группы особей например приспособленные к питанию разными видами пищи размножающиеся в разные сроки и разрывающий отбор благопрепятствует их обособлению друг от друга значительную роль в этом процессе может играть также половой отбор особые формы вида образования обусловлены полиплеидизации и крупномасштабными перестройками хромосом при этом новые виды сразу оказываются изолированными от родительских пример экологического вида образования появление нескольких видов в роду лютик произрастающих местах с разной влажностью видеосюжете мы предлагаем вашему вниманию еще один интересный пример экологического вида образования разрывающая форма естественного отбора когда из единой популяции образуются две или более популяций является причиной экологического вида образования озеро тана в эфиопии заселено комплексом близкородственных видов рыб барбусов поскольку других видов рыб в озере очень мало то барбусы освоили все доступные экологические ниши среди них обнаружены хищные и растительно-ядные формы виды добывающие корм со дна и виды питающиеся у поверхности воды при этом они имеют ярко выраженные морфологические адаптации к тому или иному способу питания в толще воды обитает генерализованная форма способная питаться разнообразными способами и не имеющие специализированных морфологических адаптаций очевидно что такое разнообразие форм возникло в пределах единой популяции в результате пищевой конкуренции и действия различных факторов среды экологическое вида образования наблюдается и среди животных так у кукушки обыкновенной существует несколько экологических подвидов различающихся окраской скорлупы яиц известно что кукушка откладывает яйца в гнезда мелких видов воробьиных птиц оставляя свое потомство на воспитание приемным родителям это явление называют гнездовым паразитизмом каждый экологический подвид кукушки отдает предпочтение своему виду воробьиных птиц в соответствии с этим по-разному окрашены и яйца этих подвидов в зависимости от птиц того вида на которых они паразитируют таким образом образование новых видов организмов идет по схеме популяции исходного вида организма географические и экологические подвиды новые виды организмов с образованием новых видов эволюция не прекращается она ведет к возникновению новых новых видов растений животных и других организмов образующих над видовые систематические группы роды семейства порядки отряды классы отделы и типы все виды на земле составляют биоразнообразие нашей планеты биологическое разнообразие это многообразие всего живого на земле миллионы видов растений животных насекомых птиц и рыб и рептилий делают нашу планету красивой и интересной каждый вид важная составная часть природного биологического цикла и не обо всех мы еще знаем например дно мирового океана таит себе еще много загадок существует генетическое разнообразие в рамках вида видовое разнообразие и разнообразие различных экосистем каждый отдельный вид обладает набором генов создающим его собственные уникальные черты например у людей лица отражает генетическую индивидуальность наша родина кыргызстан уникальная страна для которой характерен уникальный ландшафт и уникальные климатические условия в таких условиях в ходе эволюции происходят различные типы видообразования и так давайте по порядку высокие горы выглядят островами биоразнообразие посреди однообразных равнин характер биоразнообразие кыргызской республики отражает высотность значительной части территории и преобладающими здесь являются горные и альпийские виды горные экосистемы кыргызской республики поддерживают уникальное скопление растений и животных территория кыргызской республики отличается высокой степенью концентрации биоразнообразие не только на экосистемном но и на видовом уровне несмотря на площадь территории кыргызская республика имеет достаточно высокое разнообразие видов около одного процента всех известных видов на 0,13 процента поверхности земли биоразнообразие кыргызстана поистине уникально в настоящее время в кыргызской республике известно около 166 видов вирусов и бактерий 3676 видов грибов и других низших растений 3869 высших растений и 101 вид простейших 14600 видов насекомых и других членистоногих более полутора тысяч других видов беспозвоночных 75 видов рыб 4 вида земноводных 33 вида присмыкающихся 390 видов птиц 84 вида млекопитающих фауна беспозвоночных изучена далеко не полностью на видовом уровне наиболее полно и достаточно точно изучены позвоночные животные рыбы амфибии рептилии птицы и млекопитающие по всем ним опубликованы списки сводки кадастр генетического фонда кыргызской республики беспозвоночные изучены неравномерно имеются довольно полные списки по отдельным группам животных и растений известная часть флоры низших растений определена достаточно надежно в разных группах и частях республики степень изученности колеблется от 20 до 90 процентов относительно полно изучена флора сосудистых растений имеются гербарные экземпляры большинства видов составлен список сосудистых растений кыргызской республики с учетом всех изменений в их составе произошедших со времени выхода многотомного издания флора кыргызской сср которая позволяет более полно учесть имеющийся видовой состав сосудистых растений кыргызской республики в настоящее время практически не встречаются многие виды млекопитающих таких как красный волк среднеазиатская выдра джейран такие птицы как дрофа орел могильник на грани исчезновения находятся тюльпаны блестящий островского и розовый а также дикорастущий гранат основная причина нарушения места обитания в результате хозяйственной деятельности и прямое истребление человека это далеко не полный перечень исчезающих видов в кыргызстане которые образовались в ходе разных механизмов образования видов мы с вами должны помнить что все виды которые создала природа мы обязательно должны сберечь природа кыргызстана живописно богата и красиво все любят отдыхать на природе выезжать в горы леса но при этом не все относятся к ней бережно и уважительно а для этого надо лишь соблюдать пять простых правил в отношении живой природы их разработал известный кулак из кыргызстана профессор шукуров эмиль джапарович не вырастил не отбираю природы сбор полевых цветов привел к опустошению окрестностей населенных пунктов рвущий дикие цветы и вылавливающий уничтожающий прочую живность демонстрирует свое невежество глупая высокомерия и безответственность порядочный человек не позволит себе оставлять мусор ломать ветви устраивать шум песнями криками музыкой разводить костры и делать прочие гадости на лоне природы порядочный человек уважает все живые существа и не смеет причинять им вред и беспокойство не уходи с тропы ты пришел отдыхать а они здесь живут тебе будет неприятно когда к тебе в дом вломятся с улицы наглые гуляки и будут ломать твою мебель поставь себя на место зверей и птиц которым уже и без того остается все меньше и меньше места для нормальной жизни любая выгода любое удовольствие за счет разрушения природы безнравственны если ты забрал у дикой природы пространство под жилье предприятия дороги и прочие свои нужды то восстанови естественные экосистемы особенно леса настолько чтобы покрыть нанесенный экологический ущерб итак дорогие ребята наш урок подошел концу сегодня на уроке мы узнали что такое видообразование выяснили какой фактор служит главным для образования новых видов организмов уточнили по какой схеме от исходного предкового вида образуются новые виды организмов а также рассмотрели примеры видов флоры и фауны кыргызстана хотим заострить ваше внимание на ресурсы которые были использованы при подготовке к уроку надеемся информация для вас оказалась полезной и интересной до свидания дорогие ребята до новых встреч